МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа арестован на 2 месяца. Экс-аким города Сарань, экс-заместитель Акима Карагандинской области обвиняется в хищении более 200 миллионов тенге. Четыре поколения артистов выступили в галоконцерте в честь 45-летия театра музыкальной комедии. На торжество приехали артисты и специалисты из других стран. Те, кто начинал или много лет проработал в этом коллективе. Стали известны победители областного творческого конкурса имени Акселеуси Дембекова. В конкурсе приняли участие более 80 молодых поэтов и писателей. Вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа арестован на 2 месяца. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны. Специализированный межрайонный следственный суд Астаны удовлетворил ходатайство органа ведущего расследования об избрании меры пресечения в виде содержания подстражей в отношении Шкарупы Анатолия Валерьевича на 2 месяца до 16 января 2019 года. Такое сообщение содержится в информации о распространенном пресс-службе столичного суда. Ранее задержание вице-министра подтвердил министр энергетики Канат Базумбаев. Он сообщил, что подал ходатайство об освобождении Шкарупы от должности. Напомним, 7 ноября на заседании Совета безопасности генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров обвинил вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу в хищении средств. Серьезные претензии со стороны закона имеются к недавно назначенному вице-министру энергетики Шкарупа, бывшему Акиму города Сарань. Он причастен к хищению 215 миллионов тенге, выделенных в 2015 году на установку приборов учета тепла в городе Сарань, Карагандинская область, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены. По данному факту мы также начали расследование уголовного дела. И до сих пор в Саране нет центрального отопления. Дома обогреваются небольшими котельными. Всего их около 20. Несколько лет назад начали строить центральную котельную, однако вскоре работы были приостановлены. Напомним, что Анатолий Шкарупа был назначен на пост заместителя министра энергетики 9 октября на место арестованного Бахаджана Джексалиева. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 45-летний юбилей отметил Карагандинский театр музыкальной комедии. Поздравить коллег с праздником приехали бывшие артисты театра из разных стран. Почетным гостем праздника стал Аким Карагандинской области Ерлан Гушанов. Виталий Леонидович Матросов приехал в Караганду из Москвы. В период с 1991 по 1996 годы в Карагандинском театре музыкальной комедии он занимал сразу несколько должностей и художественного руководителя, и директора, и главного режиссера. Благодаря ему зрители увидели такие постановки, как рок-опера «Юнуна и Авось» и оперета «Граф Люксембург». Я очень рад, что руководство города пошло на эксперимент. Мы открыли в училище балетный актерский класс. И вот до сих пор он работает. И труппы театра, которые я видел вчера на репетиции и позавчера на репетиции, она очень серьезно омолодилась. И ученики, мои ученики, ученики наших артистов уже выходят в главных партиях и поют. Празднество юбилея разделили с действующими работниками театра и те, кто работал в нем многие годы. Елена Васильевна Кулакова последний раз была в Караганде 15 лет назад. В театре она служила главным хормейстером с 79-й по 95-й годы. «Когда я приехала, я увидела, что вот такое много талантливых людей, интересных личностей. И, вы знаете, тогда карагандинская оперета, она славилась по всему союзу и гастролировала по всему союзу. Так что меня это вот как-то вдохновило, что я попала в хороший коллектив». Галоконцерт по случаю юбилея театра посетил Аким Карагандинской области Ярлан Кушанов. Он наградил почетными грамотами лучших работников театра, а также пообещал содействие в приобретении автобуса для гастролей. «Театр музыкальной комедии, он стал культурным брендом нашей области. Мы гордимся нашим театрам. И в этом, в первую очередь, я хочу сказать, за звуком наших ветерантов. Сегодня они среди нас. Ветераны – это самые преданные, это самые большие патриоты. В этом я недавно еще раз убедился. Только что здесь выступал Владимир Сухов. Недавно мы его поздравляли с 80-летним, по-моему, в этом зале, все вместе. И тогда я его спросил, когда поздравили, я говорю, ну, личная просьба там, в Уголовской области будет. Он говорит, есть га-я просьба. Там вот, там театр, я сейчас без автобуса. Помогите, га, с автобусом. И тогда я не был готов к ответить, но мы с коллегами проработали. Хочу сказать, в следующем году новое, хорошее, комфортальное автобусное гастрое будет. Стоит отметить, что театр музыкальной комедии открыл свой первый театральный сезон 16 ноября 73-го года оперетой Максима Дунаевского «Вольный ветер». Номерами из этого произведения и был открыт галоконцерт. В течение 45 лет театр реализует многие проекты в постановке спектакля и концертных программ, оставаясь преданным жанру оперетты. Мир театральный настолько открылся, и он вбирает в себя все новые инновации. И, естественно, мы остаемся приверженными замечательных композиторов, таких как Афенбах, Лигар, Имре Кальман. И я думаю, что это те произведения, которые пользуются всегда большим спросом у нашего населения. Тем более оперетты – это такой достаточно жизнерадостный жанр, он дает уверенность в завтрашнем дне, то есть всегда финальные спектакли заканчиваются веселым хиппи-эндом. То есть для людей это очень хорошая такая эмоциональная подпитка для того, чтобы люди себя чувствовали веселыми, счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Вот это наш родной жанр, мы его культивируем, мы его продвигаем, и наш театр остается лидером в этом направлении. Сегодня в состав труппы входит более 150 артистов, хотя весь коллектив театра – это почти 300 человек. Профессиональные актеры, солисты, балетная группа, оркестр. В 2000 году театру присвоено звание «Академический». Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Курминская птицыфабрика поддержала инициативу главы государства о повышении оплаты труда. Уже с начала следующего года предприятие планирует поднять минимальную заработную плату на 10%. Агрофирма «Курма» последовала за многими предприятиями, подписавших меморандум с районными и городскими акиматами. Администрация предприятия с воодушевлением поддержала инициативы главы государства об увеличении оплаты труда. На фабрике запланировано повышение минимальной заработной платы приблизительно на 10%. «На сегодняшний день между нашей компанией и Абайским районом и Курминским сельским округом был подписан меморандум об увеличении минимальной заработной платы для сотрудников нашей компании. Администрация нашей компании на сегодняшний день рассматривает вопрос. Я думаю, в ближайшее время он будет решен. Приблизительно где-то на 10-15% мы поднимем зарплату нашим сотрудникам». Курминская птицефабрика является одной из крупнейших птицефабрик в Казахстане. Ежегодно предприятие производит около 200 миллионов штук яиц. На сегодняшний день на фабрике трудится 250 человек. Сотрудники отмечают, что повышение зарплаты всегда влияет не только на качество жизни работников, но и само производительность труда. «Я работаю на телографирме Курмаза 2015 года, с февраля месяца, главным энергетиком. С того времени, по сегодняшний день, повышение зарплаты было около 40%. И буквально недавно по посланию президента узнали, что будет повышение зарплаты от 5-10%. Это, конечно, очень хорошо повлияет на производство на само, на инициативу людей, стимул работы». Сегодня агрофирма «Курма» – это центр высококвалифицированного персонала, современных технологий и высокого качества готовой продукции. Уже с начала следующего года предприятия ждут масштабные преобразования в сфере оплаты труда. Мульдир Жакана, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Стали известны имена победителей областного творческого конкурса имени Ахселеуси Дамбекова. В конкурсе приняли участие более 80 молодых поэтов и писателей. Победители и лауреаты были награждены дипломами и денежными призами. На прошлой неделе были подведены итоги традиционного областного литературно-творческого конкурса имени выдающегося литературного деятеля Ахселеуси Дамбекова. В этом году данный конкурс проводится уже пятый раз. Участники представили внимание свои материалы по трем жанрам – это поэзия, проза и публицистика. Основной целью конкурса является выявление и поддержка молодых талантов, выделившихся своеобразным стилем письма. В последнее время национальному искусству все больше начали уделять должное внимание. Я уже несколько лет подряд являюсь членом жюри на этом конкурсе. За это время я познакомился со многими произведениями молодых писателей и поэтов по трем жанрам. Хочу отметить, что эти жанры не зря были выбраны как отдельные номинации. Поскольку Акселеусей Димбеков, видный этнограф, писатель и литературовед, внес огромный вклад в развитие прозы, поэзии и публицистики в казахской литературе. Все участники достойны победы, но это борьба и победят лучшие из лучших. Творческий конкурс за все годы своего существования охватил более 200 молодых талантов в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году заявки на участие в конкурсе поступили от 83 конкурсантов. Среди них есть и студент 4-го курса «Бег классов». Он стал обладателем второго места в номинации «Поэзия». Я участвую в этом конкурсе второй раз. В моей номинации приняли участие около 30 поэтов. Я очень рад, что оказался среди сильнейших. Для меня этот конкурс не составил особого труда. Для участия я представил три своих произведения в свободной теме. Хочу, чтобы этот конкурс процветал с каждым годом. Это большая возможность для молодых литераторов. Победители и лауреаты конкурса по трем номинациям были награждены дипломами и денежными призами. Также конкурсант, особо отличившийся в одном из номинаций, удостоился специального приза имени Акселеуси Дымбекова. Модный дом национальной одежды «Нурасем» отметил свое 25-летие. Сегодня, как никогда, высок спрос на одежду в национальном стиле. Бренд «Нурасем» известен не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. В Доме дружбы состоялось праздничное юбилейное мероприятие. Несмотря на то, что 21 век – это время технических и информационных инноваций, есть много людей, которые уважают и пропагандируют национальное искусство. 25 лет назад в Караганде был создан дом моды «Нурасем». В нем начинали работать лишь 10 человек. За четвертьвековой период национальная одежда «Нурасем» стала самым узнаваемым брендом в стране. Основатель дома – Венера Исина. Ее мотив состоял в том, чтобы популяризировать национальную культуру. В 1993 году во Дворце культуры горняков мы впервые показали нашу коллекцию. Перед народом мы показывали бешпенты, национальные костюмы. Зрителям понравилось, они начали заказывать одежду. Сначала я купила 3-4 машинки, и 10 сотрудниками мы начали работать. Бренд «Нурасем» отличается своим уникальным, изысканным орнаментом. Я думаю, что этим мы и отличаемся от других казахстанских брендов. Наши модели мы показывали в Европе. За свою 25-летнюю историю модный дом «Нурасем» демонстрировал одежду в национальном казахском стиле в Болгарии, Франции. Главная особенность этой одежды в том, что она является местным продуктом. На празднике присутствовали друзья и постоянные клиенты. Гости в один голос заявили, что им нравится носить эту одежду. Среди них индивидуальный предприниматель Лязат Искакова. Одежду в национальном стиле она носит каждый день. Я сегодня пришла в бешмете. Это получается национальная верхняя одежда. И если честно сказать, я ее ношу каждый день. И всем нравится. Очень красиво сделано. Оно получается обрамлено узорами и также норкой. Очень мне нравится. Стоит отметить, что сегодня в Казахстане индустрия моды развивается бурными темпами. Но большинство домов моды находятся в Алматы. Бренд «Нурасем» является исконно карагандинским, отметили участники праздника. А недавно представительство дома открылось и в Астане. Андрей Тенжи, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Субтитры создавал DimaTorzok